Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, в эфире очередная программа доктора Джозефа Клейнермана без скальпеля. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, Мариночка! Здравствуйте, дорогие телезрители! Хочу вам представить сегодня необычного очень гостя, который мне стал симпатичен за короткий срок нашего знакомства, доктор Ламин. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Не удивляйтесь, что вы будете говорить по-русски с нами, и мы тоже не будем являться на одном из семи языков, которые вы знаете. Конечно, да. Это тоже редко встречаются такие люди. Я встретился с доктором Ламином на симпозиуме в Астане буквально три недели назад, и был просто покорен его умением общаться, его желанием говорить, встречаться. И здесь, когда получил звонок от него буквально неделю назад, я не сдержался от того, чтобы пригласить его на нашу передачу, и попросить немножечко рассказать о себе, потому что я думаю, что это будет всем очень интересно. И я только скажу, что доктор Ламин родом из Гвинеи, жил, учился в Советском Союзе, и сейчас профессор на кафедре по физике в Нью-Йоркском университете. Так что здравствуйте еще раз, скажите хотя бы три слова о себе. Хорошо. Я бы сказал, что спасибо за приглашение. Я очень рад, чтобы я тут с вами. И, как вы сказали, меня зовут Ламин Дженг, гражданин Республики Гвинеи. Учился в Советском Союзе. Я потом, кстати, я там был, когда перестройка начиналась, это было в 85-м году, 87-го, 87-го года. И занимался русским языком в городе Белгороде. Это очень видно. Ну, конечно, спасибо большое. И из Белгорода потом меня послали в Харков, где поехал поступить в государственный университет. И для того, чтобы заниматься физикой, я попал на кафедру теоретической физики. И занимался физикой с известным ученым в Харкове. И там получил диплом, я потом вернулся обратно домой, в Гвинею. И в Гвинею потом решил поехать в США. Я приехал в США, для того, чтобы получить докторскую степень по физике. И, ну, я хочу только добавить, потому что мне это очень интересно, и я в вас уже верю. И надеюсь, что это будущий президент Республики Гвинея, с которым мы навалим дружбу. Ну, я так считаю, я чувствую, что, видите, в мире вообще кризис с лидерами. Правильно. И никто не может предугадать и увидеть вообще, кто будет кем для своей страны. Согласен. И у меня просто такое чувство по вашему умению общаться, себя позиционировать, по вашему интеллекту. Я считаю, что вы можете быть президентом, а тем более, что вы хотите этим заниматься. Да, конечно, да. Это же очень сложный такой вопрос, доктор. Мы доброжелатели. Хорошо. И мы, в общем, на вашей стороне. Спасибо большое. Я хотел спросить такой вопрос, что вы ведь прожили в России много и увидели жизнь русского народа. Конечно. Вы много прожили в Америке. 20 лет. И, конечно, вы прожили много в Африке. Что вам кажется, какой режим вам вообще симпатичнее, какие люди вам симпатичнее, если об этом можно сказать? Ну, я имею в виду, что Россия должна быть для вас интересной страной. И если вы собираетесь быть на таких высоких политических должностях, вы должны, по идее, иметь симпатию к какому-то строю. Есть ли у вас такая? Есть, конечно, да. Уже прежде всего. Вы стали президентом. С какой страной вы хотели бы дружить? С Россией или с Америкой? Ну, конечно, да. Прежде всего, я из Гывне, я африканец. И мне очень приятно было, чтобы я получил вот эту стипендию, чтобы учиться в Советском Союзе. И я был одним из хороших студентов в Гывне, и поэтому я туда попал. И, кстати, у меня папа не хотел, чтобы я туда поехал, потому что у него там очень другое мнение было там о Советском Союзе. Я ему сказал, что почему. А Советский Союз же такой, такая разнообразная такая страна была тогда с многими республиками. Тяжелые времена. Из страна, у которой наука была, очень известные ученые там из Советского Союза. Я многие знал, когда я там учился. И я потом туда поехал, как я вам сказал, и занимался русским языком, конечно, на год, а потом поехал в университет. Но это мне очень приятно было, потому что это был первый раз, чтобы я, конечно, уехал из моей страны, Гывне, и приехал в Москву, и познакомился с русским народом. И не только с русским народом, вы знаете, что там очень многие из нас, национальности жили в Москве. И в Белограде тоже там были студенты из других республик Советского Союза. Это прекрасно было. Но мне очень приятно было там учиться. И, конечно, я буду содержать вот эти отношения. Я никогда не забуду русский народ, Советский Союз, Россию. То есть симпатии у вас есть? Ну, конечно, да, симпатия есть, конечно, да, симпатия есть очень прекрасная. А вот если вы вспомните, вообще, вы имели образование и в Гвинеи, и вы имели образование в России. И большая ли разница вообще в уровне образования, такого и технического, и организации отставала Гвинея или отставала Россия? Оставала Гвинея, потому что, конечно, я вам скажу, что, серьезно говорю, что я получил мои знания в России, в Советском Союзе. В Гвинеи у меня было там основные там были. База. База была. Спасибо большое. Но это же такая маленькая база была. Но когда я в Советский Союз приезжал, у меня там очень прекрасно было там познакомиться с профессорами, у которых там большие знания, с учеными, которые знали физику и математику. И я помню, что по физике там, конечно, тяжело было, но все равно там, поскольку у меня там возможности были, и база была, я смог там пройти. И вы, естественно, на русском языке физику там учили? Вам преподавали на русском языке? Ну, в 1992 году, когда я сюда приехал, и, конечно, там разница была, разница была между учебой в Советском Союзе и в Америке, но все равно там база была, очень большая база уже, потому что там база была. Интересно, какая база? Россия отставала? Нет, нет, Россия не отставала по сравнению с Америкой. Я вам говорю, что, да, ну, конечно, Россия не отставала, потому что, да, по физике, по математике мы знаем, что многие ученые там, мы знаем, как Советский Союз там очень много работал для того, чтобы русские в науку, конечно, да, это очень прекрасно было, это мне очень помогло, потому что... Сюда тоже приехало очень много людей из России, которые стали тоже учеными. У меня даже друзья были, с которыми я учился в одном классе, они потом... Из России? Из Харькова. Они потом сюда приехали, и мы с ними тут встретились, когда только что сюда. Они, кстати, мне очень помогали для того, чтобы знать, что я буду там сделать, потому что они меня знали, когда я молодым был, когда я там маленьким был. А вот, кстати, насчет молодости совсем. Когда вы уезжали из Гвинеи в Россию, в Советский Союз тогда? Это в 1986 году это было. Очень давно. Вы знали же, что в России зима, холод собачий, как говорят русские, да? Насчет одежды, вы с собой брали что-то? Нет, нет, кстати, я с собой ничего не брал, и это было очень тяжело. Но когда мы сюда приехали, это было, это все готово было уже. В России вам дали одежду? В России нам дали одежду, шапку, и там кучки большие были, шкарфы, все там было. То есть вас хорошо встретили? Ну, конечно, и обуви там, ну, очень прекрасно там нас встретили. А еда? Еда тоже там, конечно, это проблема была, потому что я, я, у нас совсем там другая еда в Африке. У вас фрукты, овощи, рыба? Овощи там, там, да, конечно, да. А там я познакомился с сыром и с сметаной. Кстати, мне очень понравилась сметана. Это уже, я до сих пор тут иногда покупаю сметану в Брайтонбиг, там в русском магазине. В русском магазине, там иногда туда иду. И там вы говорите по-русски тоже? Иногда там по-русски, иногда по-английски. И на русском шарахаются, шарахаются. Я вам скажу, там одна история, там было, это было в 93-м году, когда я вошел в магазин. Это здесь в Америке, да? В Америке, да, в Брайтонбиг. Я женщине говорила, что мне покупать сметану нужно было. Она мне говорит, а вы откуда? Сразу она у меня, по-русски, да. Я ей сказал, что я из Африки, из Гвиней. Она говорит, а почему, откуда вы русский язык знаете? Я ей сказал, что русский язык уже является международным языком, потому что у нас очень многие африканцы, которые там учились. Она так, мы там, мы стали друзьями там. Да, я постоянно туда приезжал и покупал сметану. И все это. И она приходила ее продавать. Ну, конечно. В нашей программе сейчас перерыв, дорогие друзья. И затем мы продолжим слушать замечательного, обаятельного доктора Диенга Лами, который является представителем теплого, горячего народа Гвинеи, которого привел доктор Джозеф Кленерман. Итак, доктор Диенг Лами, гость сегодняшней передачи доктора Кленермана. Вы знаете, что доктор у нас приводит всегда очень интересных людей, личностей. И вы, доктор, личность тоже. Спасибо большое. И мы, в общем-то, нашу беседу начали практически, ну как это сказать, с самого последнего момента вашей колоссальнейшей карьеры. Спасибо. Когда мне доктор сказал, что придет человек, который собирается баллотироваться в президенты страны. Я спросила, какой? Гвинея. Я говорю, вы шутите. Нет, я не шучу. Вот он придет и расскажет. Это ведь серьезно. Да. Вот когда у вас появилась вообще мысль, что вы можете стать президентом? Замахнуться на то. Замахнуться. Это серьезный шаг, по-моему. Ну это очень серьезный шаг, я согласен с вами. Но знаете, что сейчас у нас мы находимся в очень тяжелой ситуации в Африке. Вы знаете, мы в Америке тоже. Ну конечно, это уже совсем другая ситуация. Они там отличаются. У нас легче, знаете, у чужих всегда труднее. Работа есть, люди работают, у нас там, они там обеспечивают постоянно. А у нас в Африке совсем по-другому. У нас, смотря на то, что у нас очень... Скажите, как там жизнь у вас в Африке? Очень прекрасная жизнь. Если, конечно, хотят... Если бы не мешали. Руководители хотят, конечно, чтобы там мы прекрасно жили. Потому что вы знаете, что, я вам это не скажу, что Африка очень богатый континент. У него очень богатый континент, у которого очень многие там природные ресурсы, полезные ископаемые. Всякие, да, там есть. Но иногда получаются там у нас руководители, которые этого не понимают. Понимаете? Сейчас мы хотим, чтобы там эту ситуацию вообще поменять. Если возможно, чтобы там мы нашли методы улучшения жизни наших народов в Африке. И постоянно там получается коррупция, там люди там... Какое знамомое слово коррупция. Коррупция, ну, конечно, да. Это во всем мире. И еще там они уже забыли, что там они должны там... Для людей делать что-то. Для людей делать что-то, они что-нибудь. Простите мою необразованность. Нет, это хорошо. Какой строй в Гвинее? Вот если говорить, допустим, социализм, капитализм, как можно назвать? Ну, знаете, что когда у нас были вот эти две стороны, у нас была социалистическая сторона и эта самая сторона, часть капиталистическая, и там у нас совсем другое направление было. Но люди подумали, что Гвинее была социалистической страной тогда. Да, и я бы сказал нет, потому что когда я приезжал в Советский Союз, вообще Гвинее не знали. У нас президент, который был таким знаменитым африканцем, и он никогда в Советском Союзе не был вообще. И он патриот таким был африканцем. И весь мир его знал. Как его звали? Секутуры. Даже я помню. Да, секутуры. Значит, это меня, я это просто не понял. Если мы социалистическая сторона, почему он никогда не приезжал в Россию, в Москву? Интересно, да? А вот как вам, если вы собираетесь на такой большой титул в вашей стране, если вам нужно было бы выбирать друзей, скажем, вы бы в чью сторону смотрели? В сторону России, уже зная эту страну, или в сторону Америки? Потому что так в мире происходит. Америка, Россия, везде камень преткновения о влиянии, о помощи, обо всем. Или вы бы хотели быть сами по себе, чтобы вас никто не трогал? Нет, это невозможно. Если мы хотим развиваться, нам нужны будут другие люди, другие страны. Партнеры. Партнеры, конечно, конечно. Потому что, как мы сказали, у нас богатство есть. Мы сможем вот это богатство... Взять из-под земли. Ну, конечно, под земли. Как в песне. Я все-таки хочу почувствовать, кому бы вы отдали предпочтение. Ну, знаете, что сейчас мировая экономика уже изменилась. Мы знаем, что Китай уже там появился, и там условия уже изменились очень-очень-очень много. Значит, мы будем искать друзей, с которыми мы сможем работать для того, чтобы... Для пользы вашей страны. Конечно, это очень важно. Знаете, мы не сможем там сказать, а потому что они американцы или русские, мы с ними, они китайцы, мы с ними не должны работать. Нет. У меня сейчас уже планета, она уже там... Подругой она уже, понимаете? А что же, скажите мне, что же происходит? Так много войн в Африке. Изменение режимов. Это стала такая тяжелая жизнь. Так и в арабских странах. И в арабских странах, ну, это все африканская, скажем честно. Люди воюют, люди меняют строй. Ну, война уже там совсем принимает другое направление в Африке. Понимаете? Потому что уже, если вы смотрите Африку 20 лет назад, и сейчас, вы видите, уже Африка развивалась очень много. У нас число войн уже там упало. Понимаете? А у нас некоторые страны, где у нас внутренние какие-то проблемы. Почему? Потому что народ не получает то, что ему надо получить. Это очень важно. Значит, я думаю, что мы должны работать для народов Африки. Это очень важно. А сейчас, иногда у нас получается, что руководители, они это постоянно забивают. Забивают, что они там делают людей. Ну, это опять-таки, ваше красивое слово коррупция присутствует везде. Ну, везде, конечно. И это, может быть, и мешает. Ну, конечно. У коррупции же там разные специалии, правда же? Вы же будете проходить предвыборную кампанию, правильно? Ну, конечно, да. На это нужны средства. Ну, конечно, да. Это пиар, как у нас говорят. Я согласен с вами. Это колоссальный труд. Я согласен. Вы уже работаете над этим? Я уже, кстати, мы уже начали работать над этим, потому что уже я путешествую. У нас тут ребята, которые, интеллектуальные ребята, которые живут в Нью-Йорке, они считают, что серьезно надо, чтобы там ситуация изменилась вообще у нас в Гриней, потому что уже там, она так получилась, что у нас, как это называется в английском, статюка, они там не хотят, чтобы там вещи там изменились. Это же невозможно. Это невозможно. У нас уже вот эта планета, как я вам сказал, она уже линейная, значит, люди уже видят друг друга, люди уже понимают, что там происходит. То есть, что закрытого забора, закрытого забора, невозможно, в вакууме невозможно жить, понимаете. Значит, мы сейчас ищем партнера, которые смогут нам помогать для того, чтобы достигнуть вот эту цель, если возможно. И мы сможем, потому что мы будем работать для людей Африки, и мы будем работать для того, чтобы там Африка развивалась. Вы знаете, что, я считаю так, я не знаю, как материальная сторона, но у вас такое обаяние абсолютно сногсшибающее. Спасибо большое. И мне кажется, люди обязательно должны за вас проголосовать. Спасибо большое. Вы вызываете доверие, вам веришь. И когда человек прочтет вашу биографию, то, что вы сами прошли, то, что вы изучали, как вы учились в другой стране, как наверняка вы встречались, к сожалению, с какими-нибудь шовинистическими и российскими высказываниями. Мы с вами говорили об этом, когда чай пили. Ну, правильно, да. И вы оптимист, вы очень... Очень оптимист, да. Вы в вас веришь, понимаете. Марина уже сказала... Мне кажется, народ проголосует за вас. Ну, я согласен с Мариной, да. Если вам нужны голоса, то вы знаете, что у нас... Ну, конечно. Два имеете точку. И мы полетим голосовать. Я вам скажу, что отношения между Россией и Гвиней, они там давно были уже. И Россия очень знакомая страна. Мы об этом немного знали. А что, существуют экономические какие-то отношения? Ну, есть, конечно. Немножко есть, да? Торговля, да? Нет, очень большие, кстати. А, даже большие? Потому что у нас там вот эта баксидовая руда есть в Гвиней, которая нужна для того, чтобы выпускать то, что называемое алюминиевое. Алюминиевое. Алюминиевое, да. И в Гвиней есть там две трети, это самое мировое... То есть это большое богатство. Это богатство, богатство страна. И мы, конечно, будем работать с Россией, и с Америкой, конечно. И с Китаем работайте. Работайте со всеми, кто захочет. Все, которые захотят с нами работать, мы с ними будем работать обязательно. Как, доктор Ламин, как вы думаете, видите, это должны быть у вас выборы или должен быть переворот? Ну, переворот сейчас нельзя говорить, потому что народ уже понимает, что через переворот нельзя получить власть. Это невозможно, потому что там будет, если ты придешь к власти через переворот, я думаю, что у тебя свободы работать не будет. У тебя будут очень большие проблемы. Желаем, что это будет через выборы. И через выборы мы сможем... С демократическим путем. Ну, конечно, демократическим путем все там нормально будет. И думаем, что мы сможем, конечно, все там силы, чтобы там все там силы были для того, чтобы это было. Давайте на этом... У нас уже незаметно. Мы подошли к нашим передачам. На этих замечательных словах мы заканчиваем. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое, Марина. И вы имеете много теперь друзей с нашей стороны. Ну, конечно, я согласен с вами. Я буду, конечно, с вами там пообщаться. И спасибо большое за то, что вы меня придали. Ближе к выборам приходите опять сюда. Ну, конечно, приедем. Мы с доктором там будем все там поговорить. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание. Редактор субтитров А.Семкин